Опять то же самое Жэк, 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 Жэк Давай, давай, давай Женек, блин, давай, сейчас уйдет в траву Мотает капец просто, ребята Ога Сходи-ка ты за погром, а Серьезно? Так, всем доброе утро У нас уже загарочек Мы уже раскроемся Все, фиговое место Да, тут раз, флаг Вот красавчик стоит Глубина маленькая совсем Надо тихо подходить На фоне красивейшего рассвета Ну, это холостая Хорош Ну, не знаю Че, поже, все? Да не побитый А как она тогда? Не знаю Блин, такой кадр красивый Надо оставить Оставь Красивая фиаско Братан Итак, всем привет С вами Just Hook Up Канал Just Hook Up Рыболовный канал Конечно Естественно Мы, короче говоря, приехали Расставили жерлицы Подождали Сколько? Час Да, короче, для вас Видео начинается Как новая рыбалка Ну, можно сказать А мы уже пришли на место Получили одну холостую поклевку Которую вы увидели Или увидите Те только Да И, собственно говоря Принято было решение Просто перейти на свое старое место Где хоть как-то клюет Почему? Потому что У нас, значит Вот жерлицы стоят Вот там стоят Там И здесь Естественно Мы по нашей же тактике Расставили их В разные места Чтобы нащупать щучку Ее здесь нет Мужики сидели в ночь В ночь стояли жерлицы То есть тут небольшой залив Поклевок нет у них Вот небольшой залив Который тупо Сеем жерлицами А поклевок нет Че здесь сидеть Поэтому Пойдемте с нами переставляться Берем жерлицы И валим на глубину Да У нас процесс перестановки следующий Вот ведро с живцом Сейчас мы снимем жерлицу Туда живца И не разбирая ее Просто закинем в корыто Ну, понятно Его спрятав крючок Вот Антон пошел Собирать Очередь моя И будем переносить вон туда Вдаль Пойдем погуляем Там глубоко Там хорошо Давай, показываю технологию Что? Жерлица сюда А жерлица сюда Это было сделано Ради того, чтобы делать побыстрее В общем Какие телодвижения мы сделали Мы перенесли Получается Пять жерлиц на русло Семь жерлиц Там тоже русло Вон там три Вон там четыре Там четыре миля Там одна И там две Там где одна и две Мы в принципе уже знаем Что там выходы всегда Места проверены Поэтому подождем В чем смысл вообще Такой расстановки Я смотрю Многие тупо выбрали пятак И его заставили По нам Это честно говоря Слегка тупо Объясню почему Потому что Этот пятак может не работать И даже трех-четырех жерлиц Хватит Чтобы понять Что это место работает Мне кажется Даже одно Если честно Хватит Чтобы это место работало Чтобы понять Ну и блин Мне кажется Проще вот так вот Раскинуть И Поэтому Люди Действительно мало ловят Они вот Ставили пятаком И стоят Женек Два года назад унес За 200 метров Просто три жерлица Только они работали Мы задолбали Себег То одна То вторая То третья Вечером Переставили туда все И просто Набомбили щуки За два-три часа Ну Поэтому вот Почему Как бы может щука Почему вы можете мало ловить Потому что Не находите ее Ее надо не локально искать А везде А потом уже доставляться Здесь поклевка Ну Как по нам Вот наша логика Собственно говоря Да А Сработает сегодня она или нет Это мы конечно посмотрим Так Маэстро Антон Поймал вот такого Подлещика Мистер Бейл И у нас Короче Идея фикс По крайней мере У меня Антон Согласился Сейчас мы его На живца Короче Зарядим Потому что Когда мы переносили Некоторые карасики Кэши Померли Ну вот сейчас Чтобы не забыть Вот эту крайнюю Вот где моя тень Сейчас ее Махнем На подлещика Я хочу Через жабры Короче Затолкать Попробую Крась Она нарусливает Это зерночко Должна быть Большая щука Здесь Опа Опа Антон Поймал Окуня с палец Я тоже Давай Встали Разда Типа Нескучон Какой-то вялый Как и все В моей жизни Может еще Или уже съел Главное Это наличие Поклевки Я считаю Ну Спорно Спорный момент Мне кажется Он съел Уже все Возможно Не, ребят Ну мы, конечно Просто дождались Его Антона На глазах Он стрельнул Чуть-чуть Она прокручивала Вот Ну очень долго ждали Прям очень Часа на 4 Я бы сказал На глазах Да Офигеть Лаг Если кто-то нет Я в секу Ну конечно Но боюсь, что нет Но пока что Она моталась Да, я видел Издалека Вот сейчас Вот я подходил Она прям Быстро Несколько оборотов Быстро, да Вот это Плохой знак Честно говоря Ребята, ребята Та же самая Стрельнула Только что Она у меня Стреляла Только у меня Крутить она не будет А, ну да У Женька Она что-то не крутится Но мы в этот раз Решили по-тихому Подойти Она походу Мне испугалась Тогда Слушай, повторила Прикол Смотри Она сейчас Испугается Нас насчет Мотать Давай Как ты могешь Тринадцатая Женек В такой день От сосны Еще и тринадцатый Телет Ну вот Когда вот так Леска находится Многое объясняет Ну вообще да Прикольно Что опять с русла Опять то же самое Жек, Жек, Жек Это моя Это здоровая была Я забыл Я тоже забыл Я забыл что здесь Я еще тащу Такую Ёпарасет Может она Прошла и эту Ударила Да вряд ли Смотрите какой живется Стоп Да Я забыл что я поставил Сюда здорово Смотри живой Заряжай Что Блин Тут надо было ждать Тут реально надо было Кстати Вполне возможно Она отбросила И долбанула по этой Я тоже об этом думаю Интересно Ну не могла же она просто Я прям услышал Как он спился Я на видео По-моему Все-таки не записал Ладно Пойду свою вытащу Холостой Ребят Ребят У нас еще поклевочка Разошлась Разошлась Рыбка Везде не клевала Вчера мужики говорят Тоже не клевала Ночью Вообще без загаров Народ сидел Крутит? О Женек говорит Крутит Я бы на твоем месте Очень тихо подходил О Нифига Она крутанула Жек Давай 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 Женек Блин Давай Сейчас уйдет В траву Мотает Капец Просто Ребят Перекусила Да ладно Да ладно Она перекусила Флюр 0,50 До свидания Вот Она так мотала Она даже без остановки Просто там Секунд Наверное 5 Флюр Флюром Но такие моменты Бывают Блин Там такая Дура Скорее всего Была На самом деле Не факт Могла быть Ложная Но мотала Я такой Размотки Не видел Давно О Причем Я даже Не почувствовал Натяжения Никакого Просто Типа Ну да Тебе Наверное Сечь Не надо Было Блин Стиль Ниндзя Стиль Ниндзя Просто Прикрадываемся Прям Почти Самая Близкая К нам И она Мотает Она Там Она Потихоньку Мотает Я вот вижу Да Сидишь как крутит Еле Еле Дай-ка я обойду Попробую Потихоньку Я хочу Снять Как мотает Мотала Мотала Блин Сто пудов Пережелать Я тебе отвечаю Ого Да 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 Так Стравливает Отлично Так Ну так Вытащишь Тихо 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 Стой Да Скорее всего Ну может быть не очень крупная Но дерзкая Не очень большая Такая Трешка Угу Я смотрю Она прям Ну у меня не видно просто Она боец Да ты просто Да ладно Тащи уже Женек Я ее тащу Да не Я понимаю Я имею Вообще в целом Он сравливает Сходи-ка ты за багром Серьезно Так Отключаюсь на время Так Вот я сбегал Антону принес Багор Говорит Багор Неси Я свою Так ладно Все Молчу Короче Ну походу Да Ну на самом деле Я тоже боюсь Женек Подводить Сейчас Ну сейчас Я согласен Пускай лучше Вымытается Да Вымытать ее можно Да Она небольшая Ну нормально Пойдет Ты короче Кайфуешь Просто Она такая бойкая Она прям видит Свет Жек И сразу я вижу Как она сваливает Да Ну так Четка меня Потрясывает Конечно Нет Хорошая рыба Может Не багром Тихо-тихо-тихо Ага Да-да-да Ты бы сверху Снял Давай Хорошая рыба Есть Хорошая рыба Вау Сила И мощь Да 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 Славная рыба Серьезно Опа Ребят А мы тут бежим У нас тут второй флаг Я решил Порадоваться Вышел А тут еще один Нету, да? Блин Ну ладно Ну хоть одну взяли Увела Короче говоря Что, можешь снять тогда? Оставь, давай Живет, смесь Давай оставь, Жек Может повторить Короче, мы весь день ждали У нас с утра была одна поклевка И то холостая Какая-то непонятная И клевать на чего Во сколько? Ну вот часа три, наверное Полвторого Ой Два тридцать, наверное, три Вот весь день реально Холодрыг на улице Минус Восемнадцать Пятнадцать И так под вечер расклевалось Вот уже Восьмой, наверное, загар Посмотрим, что будет дальше Так, а давайте Теперь мы вам расскажем Нашу логику Как мы ставим Жерлицы И по какому принципу Потому что В нашем понимании Это крайне важно И выбор места Ну напрямую Говорит о том Какая будет у вас рыбалка Ну выбор места Зависит, да От количества ваших поклевок То есть мы так считаем Прежде всего Давай начнем Прямо Уже Суть дела Давай так С утра мы были в одном месте Не получили Получили одну холостую поклевку Плюнули Ушли на глубину То есть мы поменяли место Сразу перенесли Двадцать жерлиц Все верно И когда вы выбираете свое место Оно должно быть не на бум В любом случае Это место должно быть перспективное Как у нас? У нас есть русло У нас есть мель с травой Плюс ко всему этому Мы перешли на новое место Мы разделили наши жерлицы На пять лагерей Скажем так Назовем их так Каждый лагерь мы раскидали По водоему По перспективным местам Трава, залив, русло, русло Дальнее русло И так далее То есть они у нас стоят не квадратом И мы облавливаем сразу большую территорию И суть-то в чем? Именно эти квадраты Вам позволят понять Какой из них работает Сегодня очевидно Сработал реально только один У нас получается Одна поклевка сзади была Можно включить Хорошей рыбой Можно включить в статистику Но честно мне кажется Это более-менее залетное Там плюс-минус тоже Но то, что сегодня Сработало один пятак Ну это просто очевидно Ну похвастайся Вот щука Вот собственно Ну вы все видели И до этого Если я не ошибаюсь Еще было Наверное Поклевки 3-4 Да С русла было у нас Наверное С четвертым Только мы взяли рыбу А у нас всего стоит Здесь 7 жерлиц 7 7 Да, мы на двоих Используем 20 По норме на 10 На человек У нас так разрешено Но обычно Мы вообще по 5 штук Раскидываем В 4 места Если одно из мест Стреляет Мы туда Докидываем жерлиц Если два раза Сработало Одно и то же место Да По сути нам бы Докинуть сюда Но Честно говоря Уже вечер Я полагаю Смысла особо нет Да И тем самым Вы можете запомнить Все эти места Представим У вас На водоеме Есть 5 таких мест Которые Грубо говоря Недалеко друг от друга Находятся И вы раскинете Жерлицы В эти 5 мест И у вас будет Гораздо больше поклевок Чем в тупую Сделать все квадраты Сидеть пялиться И очень большая информативность То есть вы знаете На русле Вот мы поняли Что нас клюет Но мы не знаем Что творится У той травы Мы в следующий раз Сюда пятерку закинем Хотя бы на 2 часа И пятерку на русло Потому что оно работает всегда И тем самым Вы исследуете водоем Это очень полезно Да Смотрите Где больше поклевок Какие вообще Какой рельеф Где поглубже Где травы побольше То есть это тоже Интересный момент Как изучать водоем Верно Так Второе Что По нашему Действительно важно Это поводки Которые вы используете Как видите У нас стоит Флюрокарбон Это толщина 05 Да 05 Собственно говоря Все просто Здесь петля К петле Вы привязываете Ну это она просто Замерзла К петле вы привязываете Просто основную Вашу леску Также петля И вы уже Просовываете крючок Почему флюрокарбон Да Сегодня был Досадный сход Это Ну скрывать Конечно глупо Понятное дело Такое бывает Ну крупные рыбы Ну такое да Короче У нас По крайней мере В Московской области Нарваться на более-менее Крупную рыбу Достаточно сложно У нас в основном Там крюют Ну келошники Келошницы Секунду Чтобы вы понимали Вот это вот Ну как бы Она приличная рыба То есть не особо Маленькая Это у нас Такой крупнячок Уже считается Да И получается Ну поймали Нормально же Не откусила То что сегодня Крутила и я Все Честно дурак я Скорее всего Как мне сказал Антон Надо было ее Хотя бы остановить И дальше уже уважаем Это просто Дело фарта Как флюр попадет Ей на зубы Не более Но флюр В воде Не виден Поэтому щука На него клюет Реально активно Также вот Сейчас уже заканчиваю Скажу что была Статистика Ловили С товарищем Плюс-минус На одной акватории У него металл У него Что одна поклевка была Одна У нас 10 Ну Ну вот так вот бывает Поэтому мы используем флюр Даже другую статистику Можно привести У нас в день На любом водоеме Примерно Там от 10 До 12 Поклевок У людей С таким же количеством Жерли С поклевок 3-4 Просто из-за того Что у них металл А у нас флюр По крайней мере Нам кажется Именно так Ну а вариантов нет Мы на разных местах Всегда И всегда одна та же статистика По поклевкам Мы всегда выигрываем Короче Флюр И желательно потолще И третий Особо важный момент Для нас Это Естественно крючок У нас Это двойник От тройников Мы отказались Плохо заходит В пасть к рыбе Как нам показалось Но немного Проигрывает засечки Не знаю Но двойники В принципе Претензий нет И как правильно Его насадить То есть вот у вас Живец Вот двойник Если вы насадите Вот таким образом Щука Всегда заглатывает И проталкивает Внутрь С головы То есть он Таким образом Заходит И в обратную сторону Вот этот вот крючок При подсечке Будет как раз Впиваться ей в пасть А если насадить По другому То есть другим крючком То смотрите Какая история Вот она его протолкнула А крючок чуть ли не в живца входит И все Вы в холостую выдергиваете Поэтому двойники можно ловить Единственная проблема По-хорошему Надо вешать Через жабры Вашего живца Но Из-за того Что на флюре Достаточно большие Узлы толстые Да Потому что это 0,50 флюр Пока вы проталкиваете Вы губите живца И он Ну как бы уже не живец Ну вот я сегодня протолкнул Но блин Там живец больше ладошки Там вот такая вот Ну да То есть на такого мелкого карася Конечно не пойдет К сожалению А слушай А покажи Как мы вешаем двойник Потому что мы сталкивались С проблемой А потом догадались Как надо делать Сейчас И как мы вешаем двойник Вот петля Вот крючок Раньше мы вешали вот так Просто раз Казалось бы И все идеально Вообще никаких проблем Но Когда вы засекаете рыбу Иногда Вот так вот мы вываживали рыбу То есть вот таким образом Он уже держался Прям на сопельках А иногда вообще соскакивал Как мы делаем Продеваем в ушко Потом Один крючок в петлю И второй крючок в петлю Затягиваем И вот таким образом Он держится Все Короче Петля в петлю просто получается Да Да Главное продеть сквозь Острие Иначе он просто может вывалиться Поэтому если будете так делать Совет на будущее Делайте петли побольше Потому что Маленькую петлю Через двойник Вы не проденете А в тройник вообще Проблема будет Да На это мы тоже наткнулись Вот все Поклевка И она потихоньку Прокручивает Поэтому я бы на месте Антона Конечно рванул бы Вот Антону звонят Ну ты что творишь Парень Что ты творишь Два из двух Красавчик Такая уже поменьше Конечно Но все же Нормально А что я хотел сказать Итак Подводя итоги Три причины Почему у вас Мало поклевок на жирлиц Первое Места Второе Это Флюр Или металл Мы за флюр топим Да Хотя честно говоря Подумаем Поэкспериментировать С титановыми поводками Но дорого Но дорого Короче подумаем И Третье Это крючки И как вы Насаживаете живца Да Собственно Правила-то простые Надо экспериментировать Я бы так даже сказал Это все верно Мы Сколько Два года экспериментов В принципе Мы к чему-то пришли Совершенно К тому Что мы вам рассказали Тактика вроде Работает Без рыбы Не остаемся Учитывая Что сегодня Реально полдня Даже больше Вообще Не клевало Ну реально Реально Тоже хотел Это сказать Смотрите Я не знаю Как вам будет Передаваться Цветокор Но когда Сумерки Наши флаги Прям горят Короче В чем смысл Мы сделали Специально Такие длинные Такие длинные Здоровые флаги Это Жилетка Для рабочего Которая на дороге Работает Чтобы было видно Это мы сделали Специально Поскольку мы Жерлицы Раскидываем Да Чтобы было Блин Просто видно Иногда реально 200 метров Оттаскиваем Поэтому такие Флаги большие Горят Офигенно Я прям Вообще довольна Ребята У нас флаг Пол пятого Крутит Крутит Женя говорит Уже Женя еле увидел Мы уже половину Жерлиц Собрали Женя говорит Мотала Хорошая? Нет Ну ладно Отличился Блин Слушай Вечерняя раздача Да? Весь день Не клевала Небольшая Сколько грамм? Это место тоже Себя проявило 700-800 Две Две поклевки? Как ты его Вообще увидел Этот флаг? Две недели Вообще Честно А я тебе говорю Надо до сумерек Ждать, Жек Ладно За сушку пойдет Пойдет Фу Все Мы, короче Первую половину Жерлиц Собрали Женя увидел Флаг У нас такой Красивый Закат Я в этой игре Думал Еду без Флага Да Было наитие Слушай, ну теперь мне А, ну у тебя первая была Такая непонятная Поэтому Все нормально Увидал Свою же поклевку Да Все, друзья Всем пока А вот теперь Немного О вкусненьком Как вы знаете На нашем канале Стукнуло 15 тысяч Подписчиков Спасибо вам большое И, собственно говоря Это означает Что время Розыгрыша Естественно И, как и обещали Мы разыграем Мою Ультралайтовую Палочку На которой Я часто Ловлю Окуней И форель Собственно Второе Третье место У нас получат По сумке Это я все покажу И условия Собственно говоря Достаточно Простые Вот в этом видео Вы увидели Щуку Которую мы поймали Вес Мы не говорили Целенаправленно Ваша задача Угадать вес Первый Кто попадет В этот вес Или будет Ближе всего К нему Соответственно Получают Мою удочку Мы ему Отправляем И вес Нужно угадать Собственно говоря Вот Этой рыбы За второе Третье место Нужно написать Историю Про Свою Самую Большую Щуку Которую Вы выловили И второе Третье место По истории Получается Соответственно Говоря Нашу Сумку Получается Первое Место Борьба Надо Угадать Вес Рыбы А второе Третье место Надо написать Свою историю Про щуку Мы также Отберем И будем Сами решать Кто по Историям Победил Участвовать Можно Понятное Дело Сразу В двух Номинациях Первым Комментарием Вы пишете Вес Рыбы Вторым Комментарием Вы пишете Историю Все достаточно Просто Так что Если очень сильно Постараться Можно забрать Сразу И удочку И сумку Собственно Говоря Давайте покажу Что разыгрывается Сразу Скажу Что Эта удочка В двух Моментах Уникальная Прежде всего Это чехол Когда я ее Покупал В магазине Не оказалось Чехла На нее И мне Продавец Отдал Свой чехол Такой Тряпочный Но Прикольный Если честно А второй Момент Ее уникальности Это Кольцо Вот Второе Получается Кольцо Я его Сломал И поставили Мне вот Такое Прикольное Прям Оно Треугольное И Закругленное Собственно Удочка Стингер Инова Длина У нее 2.13 А Тест 2.10 Грамм Мне она Очень нравится Честно Даже Расставаться С ней Немного Жаль Но Ничего Страшного Вас Порадую И второе И третье Место У нас Получат Вот Такую Сумочку Понятное Дело Она будет Чистая Новая Пустая Это Я достал Просто Свою И еще Раз Давайте Подытожим Хотите Получить Вот Эту Удочку Вы Должны Угадать Вес Щуки Хотите Получить Сумку Пишите Свои Истории По Поводу Того Как Вы Поймали Свою Самую Большую Щуку Не Важно Со Льда Или Летом По Открытой Воде В общем То Включайтесь В борьбу И Оставайтесь С нами Подписывайтесь Следующий Розыгрыш Не За Горами